Всем привет, на связи Найскрай и это вторая часть гайда по сайту iRacing.com Данную часть я постараюсь побыстрее пройтись по всем пунктам, по которым я хотел бы Не знаю, получится ли весь оставшийся сайт изучить Но я постараюсь именно максимально быстро и максимально подробно рассказать про оставшиеся странички на сайте И я в данном случае уже нахожусь на следующей странице сайта, которую я хотел бы обсудить Потому что если мы нажмем на Home, как я уже в прошлом гайде показывал То мы перейдем в такую, немножко иную страницу по оформлению, где уже все по-другому А остальные страницы нам нормально доступны, только уже переходя на них И самое первое среди них это Find Official Races, то есть поиск официальных гонок И первый из этих пунктов Official Race Guide, то есть официальный гоночный гайд Он состоит именно из такой таблички, в которой мы можем искать конкретную серию Выбрать гоночную лицензию, у которой доступна конкретная серия Дата и время, то есть мы можем даже настроить на какую дату, не обязательно прямо здесь и сейчас Потому что тут указывается именно текущее время ваше Кнопочка обновления, если там очень долго находитесь на странице, можно обновить Ну и следующее, дальше прокручивать Ниже мы видим галочки, фильтр помогающий нам выбрать то, что нам хочется То есть овальные серии, дорожные серии, грязевая вала, грязевая дорожка Только фиксированные серии, то есть где нет возможности настраивать машину То есть там фиксированный сетап Мультиклассовые серии, где несколько гоночной серии выступают Митис МПР, то есть возможность прогрессировать по рейтингу Если вы еще не достигли всех лицензий, то для вас это будет тоже нужно Хайт аналогибл, то есть скрыть недоступный по какой-то причине То есть у вас нету контента, вы не доросли по лицензии и так далее Галочка официальных серий, где мы выбираем серии, где есть рейтинг используется Потому что есть серии без рейтинга И хайт анапопулейтинг, то есть скрыть невостребованные серии, где очень мало пилотов регистрируется Следом мы видим табличку, где столбик серий Потом идет время Крайнее время указано, которое мы только вот зашли Оно указывает время нашего захода И насколько близко к этому времени находятся разные серии То есть мы видим Вот именно такие вот импровизированные Как столбики горизонтальные у гоночных серий В нем мы видим, если уже доступна регистрация Сколько людей зарегистрировалось Естественно, на момент обновления странички То есть если мы хотим узнать более актуальную информацию, нужно ее обновить Потом видим руль Если мы видим зелененький руль, то мы можем, во-первых, зарегистрироваться То есть доступна регистрация на серию Она обычно за полчаса до начала И у вас есть и контент, и лицензия, все у вас доступно Синий значок обозначает оповещение То есть, чтобы вам на e-mail пришла доступность регистрации В данном случае мы видим, что еще нет коридоров полчаса Поэтому мы не можем на нее попасть Квадратик обозначает, что мы, в принципе, по какой-то причине не можем попасть В данном случае именно по лицензии То есть у меня не прокачанный дёрдсток Точнее, грязевая лицензия овальная, чтобы попасть именно в данную гонку Оранжевый значок означает, что у вас что-то не куплено То есть он вам сразу же укажет какую-то гоночную серию и так далее Так, слева мы видим, как я говорил, столбик с гоночными сериями Где мы видим изображение серии Снизу слева значок конкретного типа серии То есть овал там и так далее Потом сверху, если видим букву F, это фиксированная серия M это мультиклассовая серия Плюс желтенькая это типа Endurance серия Что у нас еще тут есть? По-моему, да, больше ничего в этом плане Потом мы видим MPR То есть возможность расти по лицензии Опять же, если вы еще не достигли максимальной лицензии Хотя бы один раз То есть если вы вдруг упадете со лицензии в C То это уже для вас не играет роль И вы уже, как правильнее сказать Это как обучение, курсовождение То есть если в один раз уже взяли все эти лицензии То повторно их брать не обязательно Точнее, это вот MPR То есть это MPR вам будет важно только в том случае Если вы еще ни разу не добирались до конца В противном случае для вас это уже бесполезная тема Следом мы видим такие вот значки То есть Обозначая, сколько пилота в данном случае катает на различных серверах Как я понимаю, сколько этих серверов там Что это сервера практики Ну, в общем, это мелочи Нам они не так интересны Вот такая вот табличка В принципе, если вы пользуетесь сайтом То можно пользоваться, если она достаточно удобная Это некий аналог вот этого темы Что вы выбираете тут регистрироваться И можете все это сделать именно здесь Потом следом мы видим вот эти вот бары То есть практикс by myself Но это связано с тестом Поэтому ее мы затрагивать не будем Популярные серии практики Официальные гонки и hosted В данном случае вот это, вот это Они взаимосвязаны То есть одно и то же значение Одна и та же ссылка Переходим на Popular Races Guide И в данном случае мы видим именно Некую такую статистику По релевантную статистику популярности То есть какие серии наиболее популярны Несколько зарегистрироваться народу сейчас И там тип сессии, гонка, там практика и так далее Потом время, когда начнется Какие сервера Сервера это обычно практики То есть немецкие, американские и так далее С какой лицензии это доступно Потом опять же те же самые значки Трек, то есть название трека Его конфигурация Дополнительная информация связана с погодой Там название трека Время, в котором проходит именно конкретная гоночная сессия Какие машины доступны, какой трек Какие настройки по погоде, по кондициям Сколько кругов проехали Проехали, наверное, уже за эту неделю Имеется в виду Или в целом Вот это вот я не знаю И длина конкретной сессии 25 минут гонка длится Тут также это указано Что 25 минут Если сервера практически То мы видим Сколько времени осталось Этого практического сервера Потому что каждый новый сервер Он длится 2 часа То есть 2 часа прошло Открывается новый сервер Опять же Количество зарегистрированных гонщиков Если это гоночная Если это гонка Либо количество практикующихся людей Относительно максимального количества Возможно на сервере Если это практический сервер Ну и опять же Зелененькие значки Это возможность зарегаться Либо на гонку Либо на практический сервер Либо такие значки Если нету доступности Тут все так же Мы выбираем лицензию Какой тип Это Появляется еще значок Own Content То есть Главное Ну Нажимая на него Ты видишь Только те серверы Где У тебя доступен контент И выбираешь Какие Сервера тебе показывают Там гоночную Регистрацию Квалификацию В Open Practic То есть Если мы это Выбираем полностью То мы видим Только здесь Допустим Регистрацию На саму гонку Так Окей Это у нас Poplar Race Guide Гайд Потом Current Series Как по названию Понятно Это текущая серия В данном случае Это чисто Информативная страничка Она бесполезна Для вас Она не знает Для чего она нужна Так или иначе Она дублирует То что есть На других страницах Так В ней Мы видим Во-первых Выбираешь лицензию Которую Из серии В которой Ты хочешь смотреть Потом Выбираешь Класс Там Овальная Дорожная Грязевая Грязевая Дорожка Носкара Мультикласс Значки Возможность Раскрыть Все серии Там Информацию Скрыть Коллапс То есть Экспенд И коллапс И Потом Мы видим Каждую Отдельную Гоночную Серию И информацию С какого С какой Лицензии До какой Она доступна Во валах Есть такая Тема Что Некоторые Ноба серии Они доступны Только До определенного Уровня Лицензии То есть Они слишком Много Для большинства Будут Поэтому Допустим С 3 стоки Базовые Ты можешь Кататься Только с руки До D лицензии Выше Уже Не можешь В остальных Случаях Обычно Ты можешь С руки До конца Катать То есть Большинство Серий Доступна От начала И до конца Но это Имеется Ввиду Именно До конца Насчет От начала То они Могут С D лицензии Начинаться С C С A И так далее То есть Это надо Учитывать Что Некоторые Именно В овалах Такое Есть Что Допустим Базовые Какие-то Гоночные Серии Ты не можешь Покатать Если По лицензии Будешь Расти Выше Также Естественно Указано MPR Можешь ли Ты расти Либо MPR Если Стрелочка Вниз Красная Значит Ты никак Не можешь Расти Не то Что Красненькие Плохо То есть Их тоже Можно Кататься Только Вы допустим Цифровое Значение Лицензии Прокачаете Но При этом Сама Буквка Она Не поднимется Выше То есть Вы обязательно Должны Прокатиться Четыре Гонки Текущей Лицензии Чтобы Повыситься Выше Так Потом Возможность Select Нажать Ну Если Нажимаешь На Select То У тебя Возможность Именно Выбрать Эту Серию Тут Появляется Еще Такой Бар Что Требуется Какие-то Покупки Либо У тебя Допустим Лицензия Еще Недоступна То есть Ты ее Не прокачал Потом Сколько людей Зарегистрировалось Если Есть Возможность Регистрации Тут Такие же Есть Значки Fixed И так далее Есть Крестик Открывая Который Ты можешь Увидеть Во-первых Все 12 Лицензий То есть Весь Ой Все 12 Недель То есть Это Весь Сезон Какие Треки Будут На Каждую Неделю Там С какого Дня Длительность Там Допустим Тут 20 Кругов И Какой Трек Поскольку Тут Бесплатно Или Серия Тут Почти Одно И Тоже Потом Ну Сверху То же Самое Домашняя Страничка Серии Что Типа Такого Будет Статистика Серии Дверс Ристок Не знаю Просто Дверс Ристок Контент Менеджер То есть Он Указывает Что Нужно Для Этой Серии Что Присутствует И Если У вас Конкретные Гоночные Треки Тут Мы Видим R Класс То есть Это Все Р Потом D Класс Мы Видим D Класс Открывая Его Тут Уже Вы В Д Классах Обычно Уже Присутствуют Платные Темы То есть Допустим BMW M4 У меня Куплено Но У вас Может Быть Не Куплено Как Допустим У меня Трек New Hamps Fire Motor Speedway У меня Не Куплен Поэтому Мне Тут Предлагается Цена И Добавить Его В Корзину Либо Сразу Все Добавить В Корзину И Также MPR Ну Красненький Но Об этом Мы Уже Говорили В общем Понятно Это Такая Чисто Информативная Страничка Потом Есть Watch Ghost Crew Spot То есть Возможность Смотреть За Какими Гонками Возможность Прокатиться В В Какую Нибудь Гонку Которую Ты Смотришь Допустим Уже Кто-то Там Катается Там Гоночную Сферу Зайти Как Призрак И Тоже Кататься В Этот Момент То есть Ты Ни для Кого Не Видим Ты Прозрачен Поэтому Ты Ни в Кого Врезаться Не Можешь Ни в Тебя Врезаться Не Можешь Просто Ты Вроде Как Смотришь Гонку Какую Нибудь Крутую Но При Этому Сам Можешь Покататься В Этой Гонке Не Знаю Зачем Так Сделано Типа Чтобы Развлекаться Или Чисто Сравнить Себя С Топовыми Пилотами Потом Крю И Спот Споттер Крю Это Типа Сокомандник То есть Вы Можете Зайти Как Член Команды В Гонку И У вас Будет Появиться Возможность Настраивать Допустим Режим Споттер Это Возможность Зайти К Пилоту В режиме Споттер И Вместо Встроенного Споттера Ему Оповещать Где Кто Находится Допустим Ну Такая Вся Дополнительная Информация Ну И Тут В данном Случа Выбираешь В какой Серии Ты хочешь Что-либо Посмотреть По Нажатию На Данную У вас Всплывает Окошко PDF Окошко С PDF Пайлом Где Полностью Описано Только 50% Топливного Бака Доступно Быть И так Далее То есть Такая Дополнительная Информация Важная Ну И В Принципе Для Себя Вы Просто Скачиваете И Впоследствии Там Определяете Какие Гонки Будете Катать То Это Все Что Касается Слайдера Find Official Races Далее Мы Идем Хост Если Просто Нажать На Хост То Мы Попадаем Как Я понимаю В меню Join Join Race Сверх Мы Опять Же Видим То же Самое Мы Видим Practice By Myself Popular Races Practice Official Races И Hosted Races То В данном Случае Мы Находимся В Этом Режиме В Hosted Races То Некоторые Тут Эти Кнопки Дублируют Эти Кнопки То Бесполезная Тема Что Такое Hosted Session Это Сессии Которые Создают Реальные Пилоты Платно В Аресинге Есть Возможность Создавать Сервера Платные И Там Либо Практические Сервера То Есть Покатать Практику Там Многие Создают Конкретно Перед Какими Нибудь Интерес Гонками Известными Либо Многие Создают Конкретную Гоночную Ну Конкретную Гонку Либо Достаточно Популярно В Аресинге Создают Какие Нибудь Чемпионаты То То Тоже Возможно Там Все Реализовано Технически Что мы Видим Вообще В данной Графе Мы Видим Первых Первую Таблицу Join Arrays Это Hosted Session These Are all Of the Hosted Sessions That Are currently Open For the Registration То Есть Тут Все Hosted Сессии Которые Открыты Для Регистрации И В данном Случа Мы Видим Такую Табличку Первый Столбик Это Пас Пароль То Это Запароленные Сессии Соответственно Без Этого Значка Это Открытые Второй Столбик Ну Это Название По сути Кто-то Хочет Так И Называет Третий Столбик Это Конец Регистрации То Если Сервер Подходит К концу Или Допустим Перед Гонкой Есть Какое Определенное Время Для Регистрации Тут Указано Когда Она Закончится Третий Столбик Точнее Это Уже Получается Четвертый Столбик Это Сколько Всего Питов В сессии Есть И Сколько Занято То Есть 24 Пита Из 50 Но Имеется 24 Места Из 50 Потом Хост Допустим Создал Этот Сфера Кто Заплатил Денег Дескрипшн Ну Это Информация То Человек Пишет Информацию По сути Так же Как И Название Чисто Сам Человек Пишет Потом В данном случае Это Полная Информация О нем Название Приватный То есть Запароленный Сервер Используется Германия Defra Значит Франкфурт Headracing Event Я не помню Что это Точно не буду Говорить Возможно Связан Ладно Я не буду Точно об этом Говорить Уровень Лицензии Который Необходим Чтобы На этом сервере Покататься Какой трек Используется Какая конфигурация Трека Какое время Дня Трека Какое Кар Класс В данном случае Наверное имеется Ввиду Что Изначально Для себя Создатель Не лимитировал Ну Класс А выбрал На конкретную Машину Что только Эта машина Максимальная Топливный Бак То есть 50% Пенальти То есть Сколько До веса Идет Лбс Экг Какие-то Разные Пенальти Пауэр Аджаст То есть Это Балансировка То есть Допустим Придушить Машину Или наоборот Накинуть Лошадиных сил Драйв Тайр Сет То есть Это Сколько У тебя Есть Сетов Шин Комплектов Шин Сколько Ты можешь Использовать В данном В данном Сетов Опять Машина Тут Другая Почему-то Указана Странно А Понял Там В случае Безлимитная Серия И под Каждую Машину указанная информация вот все так будет правильнее ну и тогда и ладно не будем это разбирать это я думаю мало кому интересно следом мы видим название трека опять же название конфигурация сколько машин доступно и какие машины досу допустим тут 7 машин доступно то есть жить и тришные разные сколько времени практики то есть 110 минут практики два круга на квалификацию 40 минут гоночной сессии то есть практика квалификация гонка сервер немецкий франкфуртский столбик драйверов драйверов на водишь на него и смотришь какие драйвера катаются то есть пилот без по-русски сказать мы видим номер пилота на сервере на имя пилота о нем можно информацию посмотрите на какой машине ну и возможность допустим зеленый это означает что тебе доступно и по лицензии и по контенту но замочек означает что нужно пароль вести если ведешь пароль то это можешь войти но опять же оранжевый знать что у тянет контента full означает что сервер забит что касается join и race потом есть хост и рейс который дублировать как здесь так и здесь при нажатии на которую вас всплывает менюшка для создания своей сессии своего сервер немножко глючновато и меню долго будет погружается куча информации но надо информацию вам покажу вот есть создать на 25 часов это стоит 9 долларов даже если вы установите к примеру какой-нибудь большой трек не знаю пусть будет монса гран-при и установите примеру максимальная там 60 пилотов например у вас никак не поменяется тут фиксированная ставка поэтому не пугайтесь хоть два пилота хоть 60 пилотов стоит будет одинаково если вы дошли до такой уровня что хотите создать свою сессию того и так поймете что здесь написано поэтому объяснять этого не буду хосы тур момент это создание турнира чемпионата то есть по сути то же самое только ты уже там расписание создаешь кучу определенных серий поэтому чуть-чуть еще сложнее потом хосы трезал то есть возможность посмотреть результаты прокатанных именах хостед сессии то есть если ты покатался в хостед сессии то естественно в обычных сердце зал то они могут не присутствовать точнее там скорее все присутствует но именно есть для один для этого хоса турном трейс мы уже разобрались и опять же турном трейсов это результата для турна ну для чемпионата далее идут у нас лиги лиги это не что вроде я не знаю клубов эти лиги как бы объяснить потому что это все таки специфически именно для рейсинга но это определенная группа грубо говоря группа определенному интересу в плане гона где люди создают свой собственный чемпионат и допустим сложно это описать как-то иначе просто группа где отдельно создают свои гоночные серии нам сучу рассорил ты наша снгшная группа и пьяни донцов и основатель написана информация когда она основана сколько в ней человек я присутствую в ней и нажав на view мы можем посмотреть информацию данной группе тут мы видим календарь и где если есть какие-то ивенты там гонки то они будут указаны тут мы видим коммуникационные поры где можно пообщаться правда тут никто ничего не пишет какие гоночные сессии есть но тут вам видеть у расселский барбра 2019 который какая-то устаревшая сессия члены данной лиги то есть основатель модераторы и так далее у них даже есть свои присвоенные номера то есть есть такая возможность информация о данной лиге то есть когда она основная опять же и личный сайт что она принимает новых пилотов ее название дня description расшифровка правила тут есть и так далее league directory то есть это именно набор league то есть можно найти какую-то определенную лигу отфильтровать и так далее или допустим выбрать только свои лиги или вот есть кнопочка создать свою лигу пенсинг request это значит это либо вы отослали запрос на захожу ну в какую-то лигу либо вам прислали запор запрос на вступление в лигу вы в данном случае соглашаетесь или отказываетесь это все что касается лиг далее идут тимы то есть команды команды нужны именно для каких-нибудь эндюрансов данном случае первая страничка about teams информационная страничка опять же можно пропустить вторая страничка это май тимс то есть твои команды которых ты вступил первая команда базовая она присутствует всегда этот команда имени тебя она вам всегда будет нужна потому что чтобы покататься допустим даже на той же практике в эндюранс сериях должен зарегистрироваться от какой-то команды а поскольку от команды может ехать только одна машина то регистрироваться от какой-то другой команды в которой еще кто-то хочет покататься это глупо вы регистрируйтесь от своей команды и катаетесь в данном случае ваша личная команда вы можете в нее конечно же приглашать людей но она чисто так как заглушка некоторая так что он есть галочка он еще teams or manage то есть только показать команда которой я владею или могу модерировать ну и тут естественно настройки с темфо team settings и так далее далее у нас идут команды в которых я присутствую я из них могу выйти и так далее там если нажать на эту команду мы можем видеть пилотов можем увидеть некоторую информацию то есть рукам unity там дискорд это пилотом томат марьянский так далее петров макс и так далее сессии в которой зарегистрирован данная команда ну такая краткая справочная информация как рейсбар тоже так далее потом опять же create a team то есть может создать еще какую-то команду таблички all teams естественно находится все команды в арестинге только в данном случае их не отображают базово то есть ты должен их искать сам потом team sessions это сессии в которой зарегистрированы ваши команды то есть грубо говоря кто-то решил покататься endurance может даже и без вас регистрируется в эти сессии которые ты можешь потом попасть в случае в этой табличке нужно убрать my sessions не обязательно потому что почему-то все время выбирает общее хотя вам скорее всего нужно выбирать именно my sessions потому что общее это именно всех пилотов указывать что вам кейжи не нужно точнее все команды чужие указывают что вам конечно не нужно так ну и team умывается опять же вы там кому-то приглашение присылаете вам кто-то приглашение присылает и так далее то есть есть игноры team invitations то есть если вы отказались вы можете посмотреть от кого отказались может быть вы передумаете тут тоже самое тут еще добавляется возможность кастомизировать машину или костюм именно конкретно для команды то есть кроме как своей кастомизации еще командная кастомизация в данном случае все это уже доступно только в новом и уже на сайте это не настраивается вот так вот следом у нас идет time attack time attack это у нас новенькая тема опять же присутствует только в ней рейсинг и в отличие от тайм-треалов которую по рейсинге присутствует и мало кому интересны time атаки это то что то к чему привыкли в других симуляторах то есть охот лаппинг то есть каждую неделю как и в обычных гонках присутствует какие-то ивенты то есть определенная машина определенный трек и люди наяривают чтобы показать максимально высокое время то есть лучшее время но могу сказать по количеству интересующихся эта тема загнулась сразу же потому что нам во первых поздно появился во вторых тут людей интересуют только гонки поэтому time атаки тут так очень мало кто этим занимается что этому пропускаем окей идем далее 100 строка понятно название то магазин он состоит из нескольких подпунктов которые продублированы как тут так и тут это автомобили треки возможность купить доллары то есть на будущее либо кому-нибудь подарить вот и она тут и гифт-карты есть т.к. tracks то есть треки в разработке которые либо заброшены либо рано или поза кота выйдут но опять же по-то тему самому по себе забросили до может таких треков не выходила не появлялась было контроллер с но это ссылка на сайт где можно купить то рули и педали и так далее потом тут мы видим длился промоушен скидки и промо акции всякие и ары сик мерч то есть возможность купить всякие футболки толстовки и так далее с логотипами рейсинга перейдем в cars естественно в этих таблицах будет указано только она в нет то есть тех которых у вас нет автомобилей и сверху выбирается допустим овал и роут на также search есть также отсюда можно перейти в my cars и в by tracks то есть my cars то мои машины by tracks то покупка треков и тут мы видим набор разных автомобилей то есть название картинка какой сериал относится точнее какому тип угол так там да про трейсинг сколько стоит нажать и сюда добавляет ее в корзину с нажать на плюсик то есть краткая информация если нажать на мой инфу то более подробная информация технические характеристики опять же некоторые описание изображение кнопочка добавить корзину и так для всех машин которых у вас нет так сразу же перейдем by tracks отсюда раз есть возможность по сути тоже самое те три те треки которых у вас нету при открытии у вас доступна информация название веб-сайт трека как ни странно то есть реальный веб-сайт трека точка изображена где он находится на карте и конфигурации овальный дорожный курс легенда курс для легенд роликросс роликросс лонг роликросс шорт на каждой отдельно можно посмотреть информацию допустим возьмем дорожный курс в принципе тут информация обобщенная то есть все равно уже переключаться и так далее на треке мы видим легенду то есть обозначение сюда при нажатии у нас всплывают скриншоты снизу информация локация он что джорджия хэмптон длина конфига в милях и в километрах ночное освещение присутствует ли фонарные столбы или нет сколько конфигов доступно информация краткая справочная историческая но опять же переключаешься между разными конфигами которые у тебя отображаются рейсин dollars то есть возможность купить внутреннего либо опять же бесполезная тема абсолютно бесполезная тема можно и так покупать все что gift cards надо опять же понятно что кому-то подарить карточку спешил офис специальные предложения то есть возможно какие-то скидочные предложения интересны на данном случае стандартная тема то есть волюм дискаунс то есть посмотреть сюда то если ты сразу же покупаешь от 3 до 5 единиц контента ты получаешь 10 процентов если ты покупаешь от 6 и более за раз получаешь 15 процентов потом лояльте дискаунт если ты за все время купил 40 единиц там треки автомобилей и так далее то тебя будет вечная скидка 20 процентов даже если будешь покупать потом по одной штуке там одну машинку там один трек у вас всегда будет 20 процентов и 30 процента лояльная программа это если вы сразу же вот на текущий момент купите весь контент то на будущее контент у вас даже если вы будете по штучно покупать бы скидка 30 процентов то есть опять же первые две скидки этого если вы покупаете здесь сейчас от 3 до 5 это 10 процентов 6 и выше 15 процентов если вы купили 40 машин то это уже постоянно скидка то есть а сезоба 20 процентов если вы сразу же купили теки текущей контенту будет 30 процентов скидка окей потом race participation это в данном случае возможность заработать небольшую копеечку даже вас помощью этого потихонечку покупать контент если вы не хотите тратить ни на что кроме 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 грубо говоря подписки хотя базовый контентом все равно рано или поздно придется купить чтобы дойти до того контента где есть возможность так зарабатывать нормально что он дает вы каждый сезон можете заработать до 10 долларов то есть 40 долларов в год и зависимости от серии вы получаете за полный сезон а это вполне а полный сезон это 8 полностью проеханных гонок в сезоне то есть каждую отдельную неделю то есть грубо говоря в сезоне 12 недель но вам нужно проехать как минимум 8 недель и после окончания сезона вам заплатят определенную денежку данном случае какая денежка зависит от серии если серия c и d то есть за руки ничего не платят то за них 4 доллара за сезон дают если серия а и b то 7 долларов за сезон дают при этом максимум 10 баксов то грубо говоря вам нужно проехать какие-нибудь две серии при учете что одна из их будет а или б то в таком случае вы получите максимум если вы хотите получить максимум катается и d тут вам нужно будет взять три серии лучше как минимум одну а или бы тут зависимость того что у вас доступны что он хочется покататься да есть такая вот небольшая поощрительная тема потом реферальная система приглашаешь друга и получаешь 10 баксов и он там заплатит понятное дело и приводит процессе шанс но это обозначение хост то есть тип у нас есть возможность саз быть хостом создать свою гонку так окей потом был сэпедлс и мерчендайз то есть рули педалями мерч мы рассматривать не будем поэтому делают обычные магазины следом у нас идет аккаунт аккаунт состоит из двух составляющих аккаунт при которой я вам рассказывал уже момент регистрации в а рейсинге поэтому я уже сейчас показывать не буду сразу же перейдем мой профайл мой профайл ты такая ваша личная карточка промо страничка вас ваше имя когда вы зарегистрировались в а рейсинге то есть купили вашу первую подписку к какому региону вы относитесь моих носим всех центрально-восточной европе сколько лет в а рейсинге то есть у вас такие будет как наградные значки то есть мне 4 года загруженная аватарка если она у вас загружена то есть загрузить либо удалить так что ты можешь кстати приучиться на своих друзей чтобы посмотреть такую же страничку у них потом информация вас понятное дело дата рождения там никнейм и так далее то есть очень многие любят здесь указывать свои достижения в рейсинге а реальные пилоты любят тут указывать достижения в реальности то есть очень многих реальных пилотов тут есть информация о том что где они катали то есть чисто такая пескомерная страница ну тут очень много информации о себе потом мы видим такую диаграмму так скажем статистику по каждой гоночной лицензии в зависимости того что у вас выбрана здесь но базово то у вас будет прогружаться страница сразу же либо с овальной там допустим лицензии либо с дорожной и так далее то есть меня выбрана дорожка поэтому я сразу загружается дорожка тут мы видим свой как бы бейджик имя фамилия опять же какой он класс лицензии значение лицензии ваш time trial рейтинг на который пора боже забить а рейтингу и а рейтинг ну и также по временам с момента вашей регистрации как у вас падала поднималась рейтинг именно а рейтинг time trial рейтинг опять же понятно это мало кому нужны лицензии как у нас тоже падал и поднималась и так для каждого отдельного взятого типа гонок следом у нас идет информация так скорее ваша карьера до общая информация то есть сколько вы всего проехали в каждом типе гонок то есть допустим категория дорожка проехал здесь 2221 гонку 13 побед 63 топ-5 15 пол позиций средний старт 10 место средний финиш 11 место всего кругов проехал сколько кругов и лидировал среднее значение инков на гонку среднее значение очков на гонку процент побед процентов 5 и процент лидерства также по другим сериям early stats в данном случае показывать то же самое статистика но на каждый год и в каждом опять же каждой категории каждый год то есть уже по разбивкам очень удобно смотреть как-то каждый год допустим прогрессировал чем-то или в чем-то ухудшался потом информация последних 10 гонках то есть когда гонка прошла что это за гонка кликабельно опять на какой машине ты проехал допустим mercedes ferrari maclaren на всяких гонка точнее трек спа там победитель свин хаса о господи если свин хаса катался возможность открыть таблицу с результатами этой гонки твоя стартовая позиция твоя позиция на финише сколько инков ты заработал сколько очков за гонку сколько очков региона ты занес то есть каждый еще регион там владеет статистикой по очкам то есть ты еще борешься за регион но это чисто так возможность победить и регионом в определенный сезон в определенной серии единственный нюанс тут очки заносит именно те кто вроде бы там в топ-5 или так далее топ-10 в общем наиболее высокие позиции могут принести очки и сила сплита но данная эра обозначает результат резался понятное дело в данном случае мы сразу же можем видеть сколько было сплитов в каком сплите это было это обозначается звездочкой и возможность кликать на каждый сплит посмотреть что там происходило также следом идет у нас лаз 3 последние три серии то есть тут указание какие серии ты катаешь и какие у тебя позиции примеру там выражите спринт на gt3 понятное дело у меня позиция 2000 чем-то общее по моему я нахожусь во второй дивизии с 10 я проехал только три недели и 8 стартов то есть имеется ввиду что я проехал только три трека то есть одна неделя это один трек но из них но гон на стартов я провел 8 топ 5 упал два раза средний старт 14 средний финиш 11 опять же всего 160 кругов наехал ни разу не лидировал 70 семенков 416 очков и 6 очков в клуб в регион принес это информация он будет полез только в том случае если вы допустим хотите опять же проехать весь сезон то есть не меньше 8 недель и хотите побороться за высокие места следом у нас идет персонал без то есть информация том какие вы ставили лучшие круги на разных машинах на разных треках где у нас есть три типа результата лучшего круга это практический гоночные time trial причем гоночные он совокупности и квалификации гонка если в допустим квалифицировались но если у вас квалификация выше гоночного времени а это обычно всегда так то тут будет учтено именно ваш квалификационное время практика же понятное дело то что вы накатали в практике хоть квальный темп хоть гоночный хоть какой ну и там триалась есть если вы катали time trial опять же указан список машин на которых вы прокатили именно какие-то определенные времена то что вы можете посмотреть следом у нас идет такая табличка опять же mpr статистик то есть это именно то про что я говорю школа обучить это пресловутая то есть возможность прогрессировать в следующую лицензию что это значит в данном случае уже подробнее разберемся на каждый бук и на каждом классе лицензия допустим лицензия б вам нужно проехать 4 и более гонки или 4 и более time trial и вашей лицензии есть грубо говоря ваша лицензия она любом случае будет расти если вы будете ездить чист даже если вы будете допустим иметь а лицензию их кататься в руки серии вас все равно будет расти лицензия если вы будете кататься чисто исключением естественно является только числовое значение 4.99 который тупо максимально выше быть не может но чтобы прогрессировать между классами если вы еще опять же новичок то есть вы еще не прокатили гонки разных лицензий то для вас еще есть условия 4 гонки текущей лицензии то есть допустим я нахожусь в овале в лицензии бы чтобы попасть в лицензию а я должен проехать 4 гонки лицензии бы то есть я могу проехать 10 гонок допустим лицензии c мне это ничего не даст кроме значение цифровой числового а чтобы мне еще зачли возможности на перейти в валюты я должен проехать 4 гонки в лицензии бы проехать 4 гонки это проехать большую часть гонок как минимум определенные гонки как минимум второе значение что вы должны иметь это вы должны иметь лицензию выше 30 то есть чтобы впервые попасть допустим новую лицензию вы должны не проехать как минимум 4 гонки текущей лицензии вашей и имеется значение лицензии выше 3.0. Если вы находитесь в лицензии A и потом падаете до лицензии C, потом у вас таких условий не будет. Единственное, что у вас будет условие, это к концу сезона имеется значение 3.0. Или, допустим, перейти можно сразу же, если у тебя 4.0. Вот и все. Это все, что касается с повышением лицензии. А тут у нас трекер, кредитный трекер. То есть он обозначает, какие ты гонки катаешься, за что ты можешь получить определенную сумму денег. От чего мы уже разбирались. То есть в RS Sprint я прокатил 3 недели из 8, не 8 недель, поэтому я не могу получить нисколько. Если бы у меня было сейчас 8 из 8, то я бы получил 7 баксов за этот сезон. А если бы еще прокатил одну лицензию тоже 8 недель, то у меня было бы уже 10 баксов в 100%. Это все, что касается персональной странички. Потом идем в MyRace. Ну, это опять же ссылки на то же самое. MyRacers. Идем на эту страничку. MyRacers это список ваших друзей. Следом идет MyCars. По сути это то же самое, что и магазин. Точно такая же таблица, только вы уже видите те машины, которыми вы владеете. А так это то же самое. Тут, конечно, есть ценник, но он в данном случае не актуален, потому что OVNET, то есть эти машины, вы владеете. То же самое и MyTracks. Кастомизает PaintShames. То есть, кастомизирование своей раскраски машины. Опять же, на текущий момент опцию вырезали с сайта, только можно в NeoOui, то есть в лаунчере все это использовать. Окей, так, с аккаунтом мы разобрались. Потом Results Stats. Тут вся статистика по вашим результатам и прочим. Первое, это у нас Results Stats. Загружается он, то есть он загружает информацию с сервера, потом вы фильтруете, как вам надо, и нажимаете Search Now. Почему так сделано? Ну, потому что, может, вам не хочется видеть прям всю статистику, что-то отключаете, например, да, и потом нажимаете уже Search, после того, как он прогрузил саму эту базу данных. И мы тут видим, там, когда была гонка, сезон, то есть второй сезон, потом неделя 12, 11 и так далее, тип гонка, то есть, если, допустим, в фильтрах указать, чтобы показывать, например, ту же практику, то кроме гонки будет еще и практика. Так, какая серия, какой класс и какая машина, то есть Mercedes в данном случае у меня был. Какой трек, старт-финиш, сколько инков, очки, средняя сила. Понятно, что некоторая информация на практике недоступна, потому что это практика. Виннер — это кто либо победил, либо кто поставил лучший круг, если это практика. Ну, и опять же, результаты. С результатами я потом покажу, как все это выгодят, потому что это всплывающее окно, надо будет его отдельно захватывать. Окей, так, давайте, что сверху. Сверху это какие, то есть, ну, либо возможность посмотреть все серии, либо конкретную серию. Опять же, official only только серию, где используется рейтинг, то есть рейтинговая система. Опять же, сортировка по сезону и неделю, либо по дате. Вся, по сути, это бесполезно. Мои результаты, результаты друзей, результаты человека, которого вы обучаете, либо кастомы, то есть вы узнаете индодепрекционный номер человека и вводите его сюда, можете посмотреть его результаты последние. Опять же, фильтры там. Опять же, понятно, что это за фильтры. Сколько результатов показывать там. Точнее, с 1 по 25, с 26 по 28, да. Там more results, то есть, следующая страничка и так далее. То есть, это страничка результата. My replays. Если вы сохраняете реплеи, они сохраняются именно в данном пункте. Опять же, год, сезон, тип гонки, тип серии, сессии и так далее. То есть, чтобы найти конкретную, если у вас куча реплеев, в противном случае у вас и так все-таки есть. Вам указывается, что все находится в директории root, то есть в базовой территории. Ну и, понятное дело, номер реплея, когда он был сделан, какая сессия, ну и так далее. И вот сами реплеи, это вот это вот, нажимаете на них и у вас будет загружаться. В данном случае у меня сохраняем реплей и реплей краша, где я жалуюсь на человека, который намеренно меня выбил. Автор реплеи, то есть вы можете папку закинуть и реплеи других людей, у вас будет другой авторство, понятное дело. Реплеи хранятся именно у вас на компе, они хранятся не на сервере, так что учитывайте данный момент. Тестинг реплей, это я не знаю, что такое, даже не буду говорить об этом. Так, с реплеями мы разобрались. Так, серия статс, про это я уже указывал. Потом и team серия статс, это то же самое, только и командные. То есть, если вы катаете такие недельные эндюры, то есть эндюры, кроме глобальных, которые раз в несколько месяцев проходят. Есть еще такие типовые недельные эндюры, к примеру, в RSI есть, кроме спринта есть эндюры на серии, там по 3-6 часов катаются. Если вы будете стабильны каждую неделю катать, у вас есть возможность здесь получить, ну, быть высоко, то есть занять первое место среди команд. Опять же, выбираешь, какая серия, то есть, какая неделя, там и так далее. Потом driver stats, это общая статистика активных драйверов, как я понимаю, те, кто на текущий момент имеет оплаченную подписку, либо недавно катал, то есть, к примеру, там берем road, берем Россию, любой класс, любой рейтинг и так далее, и видим наших пилотов, там у нас самые быстрые, это Влад Химичев и Алексей Несов, имеют по 8000 рейтинга. Ну, они реальные пилоты, они в реальности катают, молодые до рамвани, как говорится. Далее у нас тут уже обычные топы, Роман, Папиан и так далее. И, ну, и сама табличка, опять же, позиция, драйвер, куда он, находимся в регионе Центрально-Восточной Европы, количество стартов, количество побед, средний старт, средний финиш, ну, кстати, Ковалевский, Депардью, топ-11 России. Средние очки за гонку, топ-25, не, непонятно, что это значит. Количество кругов, количество кругов, которые ты лидировал, среднее количество инков за все время. Лицензия какая у тебя, какой рейтинг, какой у тебя тайм-триал рейтинг, сколько ты заработал очков именно для своего региона, и сколько у тебя очков вообще было заработано на чемпионате именно для себя лично. Я вот нахожусь на 43-м месте, также могу нажать сюда, чтобы посмотреть на это Ми-43, да. Всего у нас активных пилотов, действующих 520. Опять же, можно нажать на Friends и видеть только своих друзей, Сталит, видеть тех, кого ты обучаешь. Это что связано с DriverStats. Ну и World Records, это возможность посмотреть быстрейший круг на различных треках. На самом деле, очень бесполезная страница, потому что шинные модели очень часто менялись, поэтому многие результаты уже неактуальны. Например, это уже спана, GT3, люди катали 13 секунд. Хотя сейчас-то объективно вообще невозможно столько ехать, потому что слишком... Ну, другая шинная модель, там разница колоссальная, секунд 5, наверное, где-то. Причем нужно учитывать, что рейтинг все-таки про обычные гонки, там разные условия, поэтому эти рейтинги, они бесполезны в том плане, что нет единого стандарта, нет единой какой-то сессии. И, то есть, кроме тайма атака, по сути, нет ничего, чтобы можно было объективно выявлять лучших по рекорду. Поэтому это абсолютно бесполезная тема, но, к примеру, я можно пользоваться именно в плане недельных рекордов. То есть, допустим, выбираете 21 год, это второй сезон, то есть текущий сезон, например. Неважно, какой регион, выбираете конкретный трек, ну и плюс фиг с ним. Пусть будет ваша машина, ну да, выбираете свою машину, к примеру, и уже сравниваете уже по текущей неделе, что вот люди ехали столько. Но, опять же, тоже это не играет роли, потому что, к примеру, я во всех гонках ехаю, они были горячие. А, к примеру, я знаю, что иногда попадаются холодные сессии. И у людей, которые вот так едут в гонках, это уже на холодных сессиях, потому что даже топовые пилоты на горячих столько не едут. То есть, опять же, тоже есть всякие нюансы. Поэтому такая чисто статистика, чтобы понимать, как ты, в принципе, какое у тебя хорошее время именно по текущей неделе. В практике у меня время получше. Уже вам 52-й пилот из скольки там, я не знаю, из 1200. Это уже неплохо, да, потому что у меня практика холодная попалась. И то это, скажем так, был гоночный бак, это был не ковальный круг, так что это тоже неплохо. Но, опять же, это тоже мало о чем говорить, потому что кто-то на практике квала тренирует, например, а кто-то просто, вот как я, катает обычные гоночные баки. Так что, пользуйтесь им так условно, чисто посмотреть именно, во-первых, конкретную неделю, во-вторых, так чисто, вот, приблизительно. Лучше всего, если хотите посмотреть, как люди едут по результатам, чтобы ориентироваться на них, нужно нажать на Results. И там уже выбрать какую-нибудь гоночную сессию, и там уже смотреть, какие результаты люди показывают. Так, следом у нас идет Help, опять же, информация, всякая справочная. Единственное, что вам может понадобиться, файл ProTest, но, опять же, это можно будет в результатах посмотреть. Форум, нажимая на него, подайте на форум, понятное дело, это отдельный сайт. И настройки. Настройки это REST Multicar Selection, то есть, если нажимаешь REST, то у тебя сбрасывается вот этот базовый выбор. Run Graphics Config, то есть, это автоматическая настройка графики, опять же, лучше не пользоваться. Use Steam Overlay, опять же, включая его, у вас работает Steam Overlay, если у вас привязано к Steam, по-моему. Use IPv6, то есть, ну, возможность использовать IPv6. То есть, Disallow Friend Request, то есть, отключить возможность, чтобы вам запросы в друзья давали, CrewSpotter, то есть, разрешить возможность, чтобы вас, вам могли, там, посмотреть, поинженерить. И также выбираешь, кто это может сделать. То есть, допустим, только друзья могут быть, кто угодно может быть, ну, и либо по паролю. Ну, вот так, быстренько, там, максимально, может, даже сумбур. В принципе, просто куча информации наговорил, вы вычлениваете то, что вам тут необходимо. И, тем более, что очень многое повторялось, то есть, то, о чем я говорил, уже и так вы видели. Поэтому, я думаю, уже с этого момента сайт для вас станет более понятен. А в следующем видео, я думаю, уже разберу некоторые нюансы, которые я сейчас не успел разобрать, чтобы не затягивать данный ролик. И будет, по сути, это будет последний мой гайд, именно следующий по сайту. Потом уже будут гайды по другим вещам, типа лаунчеры и так далее. Так что, всем удачи и до встречи в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok